Давайте вернемся все-таки к президентским выборам. Надеждина сняли, якобы он не сумел собрать большое количество подписей. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд причину, что случилось с Надеждином. Это раз. Во-вторых, вот эти кандидаты, которые мы имеем в виду, всех от КПРФ, вот это всех, ЛДПР, они могут реально составить конкуренцию нашему действующему президенту? Нет, конечно, не могут они составить конкуренцию действующему президенту, и такая задача не стоит у этих кандидатов, хотя среди них есть человек, который, на мой взгляд, используется вот в этих играх, я имею в виду в играх, которые связаны с тем, что существует оппозитору президенту, и один из кандидатов, на мой взгляд, это как раз-таки игра этой самой оппозиции, а что нравится двух остальных, то просто, так скажем, ну, они есть и есть. Какой роли они не играют, и никаких, естественно, даже близко результатов, которые позволяли бы конкурировать с Путиным, у них не будет. Впрочем, как и у третьего, но у третьего и не стоит задача набирать голоса, там, устроить некий второй тур или еще что-то в этом роде, у него совершенно другая. Поэтому мой прогноз, конечно, Путин пройдет в первом туре и выиграет эти выборы, а дальше будет продолжение той игры, которая начала сейчас. А Надеждин сумеет опротестовать через Верховный суд? Надеждин не для того вводился в эту историю, чтобы опротестовывать, ну, то есть он будет опротестовывать, но не для того он вводился, чтобы принимать участие в этих выборах. У него была совершенно другая задача. У него была задача аккумулировать протестные голоса, как человека, который более не подходит под определение оппозиционный кандидат, но, конечно, его оппозиционность, она достаточно условна, поэтому у него задача была собрать эти голоса и далее третий человек, Дованков, эти голоса себе забирал. Вот и весь смысл этой игры. Зюганов себя максимально дискредитировал и он прекрасно понимает, что он в этой истории сделает только хуже, потому что, хотя он тоже уже человек преклонного возраста и не обладающий необходимой харизмой для того, чтобы составлять угрозу Путину на этих выборах, но был бы еще хуже. Поэтому, чтобы хотя бы как-то в лице своих избирателей намекнуть на некие там обновления, на то, что Зюганов не держится засть, на то, что в партии идут какие-то процессы, ну, такая показуха. Поэтому пошел Харитонов.